Семён Данилович Намаконов родился в селе Делюн в Забайкалье, в семье потомственных охотников тунгусов Хамниган. Всё детство провёл в тайге. В семь лет взял ружьё, а уже в десять лет считался заправским охотником и имел прозвище Глаз Коршуна. При крещении в пятнадцать лет получил имя Семён. В девятнадцать лет женился. В семье один за другим появились на свет пятеро сыновей и дочь. Но всю семью в одночасье унесла в могилу Скарлатина. Намаконов в это время был на промысле и узнал о трагедии только по возвращении домой. Чудом остался в живых только самый младший из его сыновей, Владимир. После гибели семьи Намаконов женился повторно. Вторая жена Марфа Васильевна родила ему шесть сыновей и двух дочерей. В августе 1941 года Намаконов был призван в Красную армию и отправлен на фронт. Поначалу немолодой, малограмотный и не имевший военной специальности боец выполнял разные хозяйственные поручения и был санитаром на Калининском фронте, но уже очень скоро проявил себя как меткий стрелок. Во время одного из боев, подобрав на поле боя очередного раненого, Намаконов увидел, как немец целится в их сторону. С мгновенной реакцией он вскинул винтовку и выстрелил, попав в цель. Вечером в части только и говорили, что метком выстрели санитара. Когда информация дошла до командования, Семена зачислили в снайперский взвод. Так начался его путь к славе снайпера. В снайперском взводе Семен встретил земляка Бурята Тагона Санджиева, с которым познакомился на курсах всеобуча. Они часто работали в паре. В одной из таких вылазок немецкий снайпер убил Тагона, за что Намаконов поклялся отомстить. Спустя несколько дней в результате снайперской дуэли он сдержал свое слово. Немец был убит. Однако для Намаконова засада завершилась не совсем удачно. Рядом с ним разорвалась мина и осколками разбила его любимую трубку. Вечером генерал вручил Семену Даниловичу орден Красной Звезды и подарил собственную трубку. С трубкой у Семена Намаконова были особые отношения. Он с ней почти никогда не расставался, на ней же отмечал количество убитых солдат и офицеров противника, выжигая точки – солдат и крестики – офицер. Таких трубок у Семена было несколько. На одной из них была 181 зарубка, 159 точек – это убитые им немецкие солдаты, 22 крестика – офицеры. Сначала личным оружием Намаконова была обычная трехлинейная винтовка Мосина, даже без оптического прицела. Винтовка с оптическим прицелом у снайпера появилась лишь зимой 1942 года, и он прошел с ней всю войну. Охотничьи навыки очень пригодились венку на войне. Даже его экипировка была схожа с охотничьей. У Намаконова был целый арсенал разнообразных приспособлений. Он использовал веревочки, шнурки, рогульки, осколки зеркал. Обувью были сплетенные с конского волоса бродни, позволявшие передвигаться совершенно бесшумно. Семен Намаконов работал крайне эффективно. Одно время немцы устроили за ним самую настоящую артиллерийскую охоту. Всякий раз, когда Намаконов начинал отстрел живой силы противника, на район, в котором он оборудовал себе позицию, обрушивался настоящий свинцовый дождь. Минометы, артиллерия и плотные огни стрелкового оружия. С разной степенью тяжести Намаконов был ранен около девяти раз и получил несколько контузий. Но достать советского снайпера немцы так и не смогли. Многие немецкие солдаты считали его заговоренным и прозвали сибирским шаманом. Необыкновенный навык меткой стрельбы Намаконова-старшего передался и его сыну Владимиру. Он был призван в армию в 1944 году и точно так же, как отец, воевал на фронте снайпером. В составе снайперского подразделения Намаконов-младший уничтожил 56 немецких солдат. Намаконов прошел всю войну. Воевал на Валдайских высотах, Карельском перешейке, Украине, в Литве, Восточной Пруссии, а затем во время Советско-японской войны в Маньчжурии. Семену Намаконова отличала необычайная скромность. Он не приписывал себе чужих заслуг, не гнался за наградами. Общий счет снайпера составил 368 солдат и офицеров противника, в том числе один немецкий генерал-майор. В послевоенное время Семен Данилович Намаконов был человеком популярным. О его подвигах публиковали статьи в газетах и даже в книгах. Писали ему и простые люди с чувством благодарности. Однажды к нему пришло письмо из Гамбурга. В нем писали о немецкой женщине, которая задавалась вопросом. Может, на его трубке была отметка и о смерти моего сына, Густава Эрлиха? Молился ли человек со столь большими заслугами о своих жертвах? Когда Намаконову прочитали это, он продиктовал своему сыну ответ. Вполне возможно, уважаемая женщина, что на трубке, которую я курил на фронте, была отметка и о вашем сыне. Не запомнил всех грабителей и убийц, которые пришли с войной и которые оказались на мушке моей винтовки. И под Ленинградом беспощадно уничтожал фашистских кадров. Если бы своими глазами увидели вы, немецкие женщины, что натворили ваши сыновья в Ленинграде, то вы бы их прокляли. Умер Семен Намаконов 15 июля 1973 года. Спасибо вам за просмотр! Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также вы можете ознакомиться и с другими необычными биографиями. Субтитры создавал DimaTorzok